Все-таки, Александр, мы говорили о том, что может ли мир в принципе существовать без войны. Вот скажите ваше мнение. С одной стороны гражданского общества, с другой стороны конституционные права. То есть гарантом Конституции выступает государство. Соответственно, государство, как субъект международных отношений, тоже имеет свои интересы, как и Дмитрий Маркович. А если еще Дмитрий Маркович ведет международный бизнес, то, соответственно, у него будут интересы из-за рубежов. И эти интересы могут расходиться с интересами других стран, которые на территории третьего государства, где столкнулись бизнес-интересы, например, России и европейского государства, как, например, это было в Судане, когда в 2006 году его просто разделили, когда столкнулись с интересами крупного бизнеса, в первую очередь, а не политиков. Государство разделили. Поэтому, наверное, будут войны существовать до тех, кто пока есть интерес. Добавил субтитрую. Памея вероятна на оборудователь стены. Это репаа деграды, прошлое, что вы уже видите на земле, и здесь выживите, которые выживите на земле и на земле. Это, и этот, который выживите на земле, Продолжение следует... Мы сделали такой анализ. На самом деле за 4 тысячи лет мир все-таки существовал без войны. То есть во всем мире за 4 тысячи лет было... Это маленький процент, но все-таки мир может существовать без войн. Понимаете, и все равно идет... Помните, как писал Бродский, да? Маленькая, такие короткие стихи, посвященные Гарсио Лорке. Маленькая смерть птицы, маленькая смерть собаки, обычные размеры человеческой смерти. Еще Бродский, еще такие стихи, да? Убийство – наивная форма смерти. Да, смерть – это, да, как и жизнь, они с нами, да? Но убийство – это наивная форма смерти. Тавтология, ария попугая. То есть только искусство, вот только словом. Вот если что-то чернее, то только буквы. Вот только искусство, духовность людей – это то, о чем говорил наш гость, да? То есть о рождаемости, да? Только вот духовность людей может предотвратить мир от... Я, знаете, извините, еще... Знаете, я 9 мая проводил в Запорожье парад Победы. Вот, ну, я уже много лет, мы пытаемся, да? Пришло, ну, много тысяч человек, ветеранов, да, людей. И почему именно... Потому что в Украине скоро Гитлер, если так будет продолжаться, скоро Гитлер станет героем. Это, конечно, ужасно. Вот. Чтобы именно напомнить об ужасах войны. Вы здесь в нашем лице, и первый, конечно, Александр Дмитриевич Уонов. Я предлагаю, потому что вы действительно, вот, чувствуется, говорите даже не голосом, не гортанью, вот, а вы говорите сердцем. Вы такой мощнопламенный человек, и вот вырывается этот сноп энергии, белого света из вашей груди, и мы его все ощущаем. Я предлагаю, чтобы вот нам уйти, вот, еще, знаете, вот, именно в более высокую вибрацию, и действительно, вот, вселенски собрать наши все сердца в едином порыве. Может быть, попросить, потому что так красиво было господин Шейха, чтобы он небольшую, опять-таки, молитву на, изначально, так сказать, из Курана, или Курана на арабском прочитал. И мы перейдем, вот, в войне мира. И сегодня мы тогда перейдем, вот, сейчас, вот, к церемонии награждения. Прошу попросить, как господин Шейха, чтобы он прочитал что-то. Прошу попросить, как господин Шейха, 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 как господин Шейха. rowaqidma.com.hochgpc.com.hgbpsi.com.hgmxhgbpsi.com.oxgλά.com.hgpar перцы только по чистым сердцем, ну, как по чистым, есть такая пословица. То же самое в Коране эта сура, она посвящается, то же самое, как бы, смысл о том, что у людей нет разницы, только как чистая душа, чистая сердце. И это не только про ислама говорено, это про все религи, которые существуют. Да, получите награду патриот России, нашему многовожаемому шер-патриоту сегодня, и это с Ближнего Востока, с Ближнего Востока. Это потрясающе. Да, сегодня замечательно вот это все состоялось. Ну и, конечно, наш замечательный миротворец Дмитрий Маркович, вы, как пылкий создатель театра, сегодня Голубка Мира летит сюда, в Запорожье. Давайте по-престу и Ближнего Востока тоже. Да, вот это состоялось здесь, на фоне ООНовских знамен, вот с этой Голубкой Мира, действительно. Это лучший способ, нет ни Элина, ни Иудея, нет ни Араба, ни Перца. Все Алмаха, все равные, абсолютно все равные. Вставайте, вставайте, вставайте. На камеру прошу всех, да. Воинов света сегодня пополнилось. И это самое главное. Самое главное. Исторически здесь сегодня это состоялось на Лубянке, это место силы. Не забывайте, мало Лубянка, дом 16, но большие дела. Нас ждут большие дела и большие улучши. Поздравляем от всей души. От всей души. Потрясающе, да. Потрясающе, да. Да, да, да. Потрясающе, Потрясающе.